Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами Кругосветку FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и давайте так, если вам интересна данная рубрика, набираем 10 лайков, и будет у нас неделя карьеры вот за Златана Ибрагимовича и Кругосветки. Ну что ж, друзья, сегодня у нас три матча очередные, и давайте посмотрим, какие. Ну, во-первых, мы играем против Гронингена, во-первых, еще и против Аякса, и против Фейнорда. Ну, кстати, команда-то сильная, Аякс, Фейнорд, понятно, что в следующем у нас будет там ПСВ, с которым мы сейчас вот конкурируем за первое место, и лишь впереди только по разнице мячей. Вот как-то так, поэтому терять-то очки тоже не хочется. Сейчас играем мы против Гронингена, они идут на 12-м месте. Пока что один раз смогла эта команда победить. Две ничьи и три поражения. Ну что ж, на пресс-конференцию сходили, и наш состав на ваших экранах. Я не знаю, ну, стоит, естественно, Ходждонга в старт нам поставить, потому что, ну, вот пара Довбик и Ходждонг, мне, естественно, радует. Я доволен. Ну вот, пока что Фамие сильно-то так вот не раскрывается, к сожалению, но будем выпускать его во втором тайме, а там вдруг что-то у него да и получится, и завоюет место в стартовом составе. Дович на стадионе. Поехали. Ну что же, выездная игра для Херенвена. Матч против Гронингена, из которого выходили, ну, не выходили, а уж точно были в этой команде. Такие игроки, как Вирджил Ван Дайк, Ариен Робен. То есть интересные игроки-то были в этой команде. И были у меня даже, кстати, планы создать такую же карьеру. Если вот не Златан Ибрагимыч бы был, то, скорее всего, я бы начал бы за Арина Робена именно в Гронингене. Но пошло, как пошло. Через Довбика решили сыграть. Там видно забегание на правом фланге. Такая повторная подача будет, а она будет, и прям свечкой такой зажигается, и Хойч Донг забивает. Ну вот не знаю, почему так происходит, что именно в паре, в нападении, когда играет Хойч Донг с Довбиком, он забивает. Не знаю, может, как-то ему поспокойнее. Но факт есть факт. Отличная здесь подача от правого защитника нашего. И Хойч Донг забивает очередной гол за Херен Вен. Восьмой гол в шести матчах. Я понимаю, что он у нас в аренде, но напишите в комментариях, стоит ли нам его выкупить, к примеру, из этой аренды. Либо после, когда вот он вернется в команду свою, мы его просто заберем. То есть напишите, если он вам понравился по душе, почему бы и нет. Пеппи и какой сразу же гол. Гронинген долго-то решили не думать, и сразу же Пеппи нам забивает и сравнивает счет. И никто ведь и не держал его. Ну и как-то вот рядом с Ротарем еще мяч этот прошел. Обидно. Супер Халилович и Хойч Донг. А где все-то? Где Довбик? В итоге Ван Эвик, который отдавал голевую передачу на Хойч Донг, он забивает. Гол и выводит Херен Вен вперед. Отлично сыграл этот парень сегодня в нападении. Хоть и правый защитник, но у него гол плюс пас. И это еще не концовка матча, это только там середина вроде была первого тайма. Ну вот, кстати, Хойч Донг-то тоже голевую отдал. То есть они вот сейчас в паре очень хорошо сработались в этом матче. Друг на друга сыграли. И у обоих гол плюс пас. Тот через Киркеза. Пас на Хае. И пробить можно. Хороший дальний удар и забивает Хае. Вы просто посмотрите. Просто, наверное, не были готовы игроки Гронингена то, что, ну, рискнет этот игрок пробить столь дальней дистанции. Да еще и в начале второго тайма. А может быть не успели все игроки Гронингена выйти после перерыва, но здесь по такой дуге решил он пробить. И удар-то не в самую девятку. Он просто был такой вот на кураже пробил под перекладину. Не сильно, а просто красиво из-под крутки. В итоге 3-1. Харенвен увеличивает свое преимущество. Так, подача углового. Киркез справится здесь или нет? Это что сейчас за удар был такой? Я даже разглядеть-то и не успел. Еще раз смотрим. Там боковыми ножницами. А, так он через себя действительно бил. В контратаку пытается уйти. Ну вот. Хае доборолся. Отлично. Еще раз пробьет Хае и забивает дубль. Ну вот. Второй тайм у Харенвена. Чистое второй тайм имени Хае. Забивает дубль. В отличную контратаку ушли игроки Харенвена. Ну а здесь чисто Хае доборолся. Не выключился из эпизода. Хотя казалось, что он точно уже проиграет. Там, во-первых, он в росте проигрывал своему оппоненту. Вот здесь отличный удар. С неудобной действительно позиции, но не побоялся. Пробил. И 4-1 счет. Дубль Хае в этом матче. И два забитых мяча у него, в принципе, по ходу этого сезона. Отличный Хойч Донг на Халиловича. Что же, это будет 5-1? Пока что ничего. Хойч Донг. Дальний удар. И тащит Верипс. Будет угловой. И на дальнюю подать. Их, как он сейчас вытащил-то Верипс. Там в противоход. Шел этот удар. И очередная атака со стороны Херенвена. Хойч Донг на Халиловича. Он сегодня уже не забил один раз. А может быть сейчас забьет? Да. А вот сейчас-то забивает. В той же манере, в которой он и не забил. Он решил со второй попытки добить. Вот этот свой план. Как забить этот гол. И получилось. Забивает Халилович. Первый гол сегодня. И счет у нас 5-1. Ну, как мне кажется, Хойч Донг станет игроком встречи. Много голевых передач он отдал. Сам забил. Ну вот. Одна из таких запоминающихся побед. Наверное, в конце сезона будут подводиться итоги. 5-1. Разгромная выездная победа Херенвена. Игроки Гронингена на газоне. Ну, а здесь продолжается доминация в R-дивизии от Херенвена. Собрал Ибрагимович отличную банду. И эта команда движется к тому, чтобы завоевать трофей чемпионата Голландии. По XG на 2 мяча наиграл Гронинген. Мы на 3. Но, действительно, один дальний удар Хае. Потом и, в принципе, его второй тоже гол. У него оба они были такие маловероятные. Но получилось у него забить. Так, нам сообщили, что у Халиловича отличный график развития. Ну, плюс 1 к рейтингу добавил. Я не знаю, давайте в плане развития посмотрим. Может, можно еще как-то ему изменить, чтобы он быстрее прокачался. Ну, что же, сейчас PSV нас, кстати, обошли. И они потеряли очки. Они сыграли в ничью. Мне просто интересно даже с кем. Со Спартой, которая, действительно, там шла без поражений. Вот, которую мы обыгрывали на тот момент. Первые нанесли им поражение. Вот PSV сыграли в ничью со Спартой. Аякс как-то тоже не очень начал сезон. У них уже 3 поражения. Хоть и 3 победы идут на 8 месте. И вот сейчас-то как раз тот момент, в котором и проявится характер нашей команды. Вроде бы Аякс почти всегда там гегемон со стороны Голландии. Внутри чемпионата очень хорошо иногда выступает и в Еврокубках. Но, получится ли сейчас нам обыграть эту команду, у которой, как я понимаю, там какие-то проблемы на данный момент. У нас в 2 раза больше очков. И нам сейчас надо обыгрывать Аякс, чтобы выходить на первое место. То есть, мотивация запредельная должна быть у нас. Но, по их составу, что я могу сказать? Винч Далл играл вроде в Фиенорде, либо в PSV сейчас играет в Аяксе. Дэви Классен, Тадич, Броби, Акампас. То есть, есть хорошие игроки. Понятно, Анану у них ушел из-за вот этого скандала. Там вроде он отбывал дисквалификацию. Сейчас вроде в Интере играет. Но, я все так же выпускаю Хойч Донга в нападении с Фами Е. Забыл вообще какие-то либо замены делать в прошлом матче. Но вот, состав на ваших экранах. Вот таким я и отыграю снова. Ну вот, просто надо. Просто надо сегодня выиграть. Тем более, играем еще дома. Поехали. Итак, Хойч Донг лучший бомбардир чемпионата Голландии. 8 забитых мячей у него. Ну что же, Херенвен против Аякса. Первый наш серьезный соперник. Потому что ни с PSV, ни с Фейнордом мы еще не играли в этом сезоне. Но вот против Аякса было бы мне действительно сейчас интересно сыграть. Ух, как же сейчас он обманул этой передачи. Ольсен, ну надо забивать. И забивает Ольсен. На восьмой минуте уже Херенвен выходит вперед в матче против Аякса. Досбик отлично отдал пас на Олсена. Так, пошла подача от Хае. И защитник здесь. Помог голкиперу Аякса. Хороший пас на Акеркезе. Отлично здесь справляется. И подачу даже делает. Надо забивать, но по сверху выручает. 20-ая минута. Казалось бы, очень хороший момент. На левом фланге. Здесь уже ошибка наших защитников. И Аякс выходит вперед. Провалились игроки. И вот Броби. Вроде он арендован Аяксом. А сам он играет в Лейпциге, если я не ошибаюсь. Но вот так вот просто провалится. Хотя вели по ходу матча. Тадиич. И 3-1. Что происходит сейчас с Херенвеном во втором тайме? Удар за ударом. Проходят вот такие передачи. Еще и такие зоны открываются. Вратарь вообще как будто не вышел на игру. Что в первом тайме он вот этот удар от Акампаса пропустил. Потому что больше-то и моментов не было. И все. Финальный сысток. Первое поражение Херенвена в этом сезоне. Ибрагимович проигрывает своей бывшей команде, за которую он играл когда-то в молодости. Ну а Херенвен еще и проигрывает дома. При том, что вели по ходу встречи. И вот пропустили 3 безответных мяча. При их G 1.4. И 4 удара было у Аякса. И они просто все забили. Замечательно. Итак, у нас игроки отправляются в сборные Киркес и Ланг. Отправляются в сборную Венгрии. И здесь еще Атеаталах в Марокко. Я не знаю, почему нам каждый месяц по 2 сообщения через день приходят. Но это странно. Ну что же, сейчас у нас игра против Фейнорда. Какая-то ясная даже сейчас позиция всех команд в топ. Ну даже 3. Появилась ясность. Мы на втором месте. И то, что первого у нас поражения у Фейнорда, кстати, еще нету. Так же, как и у ПСВ. Вот. Но команда тоже сильная. По уровню там ПСВ, Аякса и Фейнорда. Вот 3 топовые такие команды в чемпионате Голландии. И вот сейчас будем против них играть. Прошло время. Там не знаю сколько, неделя, может пару дней. После игры с Аяксом. И вот у них в составе, я вижу, Тимбер. Вот этот известный центральный защитник, кстати, который, я думал, в Аяксе играет. Оказывается, что нет. Вот. Идриси. Диларасун. Не знаю, что за Хименес. Ну вот. Посмотрим. Ну и также в старте выпущу Хойдж Донка. Я обязательно во втором тайме уж выпущу Фамия. Надо посмотреть на его игру. Итак, Сантьяго Хименес забил 3 мяча в 3 последних матчах. Вот этот нападающий вроде в Страсбурге был. Я в каких-то карьерах, когда вот записывал, не помню, то ли за тренера. И вот Хименес вроде тот самый из Страсбурга. Но посмотрим. В любом случае, снова интересная игра. Вторая строчка против третий. Халилович хороший. Пробить можно. Биллоу. Нет, Биллоу. Справляется. Пас-центр. Удар. В штангу попадает. Здесь нам действительно повезло. И вот Тимбр. Тимбр с мячом. Ну, не хочется, чтобы вот так вот, конечно, все было. Просто опять провалилась оборона. Вот эта вот передача. Он прям еще и на грани офсайда был. Ну, и в итоге забивает. И выводит Фейнорд вперед. На Довбика. Отличный пас. Артем. Артем забивает. Артем Довбик. 1-1. Давно. Не забивал. Наш спящий гигант. И вот против Фейнорда на последней секунде первого тайма он отлично реализовал вот этот выход. 1-1. Причем вроде не рабочей ногой он здесь пробил. Хочдонг. Хорошая голевая передача. Здесь уже и помощь Киркеза нужна будет. И Довбик не попадает просто сейчас в створ. Ну, как Киркез-то сделал все здесь аккуратно. Выждал. Когда хоть кто-то откроется в штрафной. И точная передача могла быть еще и голевой. Довбик. Олсан. Через Хочдонга. А может быть здесь и забивает Хочдонг. Выводит вперед он Херенвен. Вот так же обидно. Мы играли против Аякса. Забили вроде первый, но потом посыпалась у нас команда. Но здесь вот рикошет от Би-Лоу. Но Хочдонг в ранге лучшего сейчас бомбардира Эрдивизии. Забивает очередной гол в этом сезоне. И может быть забивает победный гол ворота Фейнорда. Хае. Отличный момент. И может быть Лонгшот. Но все. Хае прихлопнул уже сейчас Фейнорд. Почему мы так не играли против Аякса? Это просто два одинаковых вторых тайма со стороны гостевых команд. Что нам Аякс так в гостях напихал во втором тайме два мяча. Хотя голкипер и здесь тоже должен был выручать. И вот так же нам Аякс. Просто вот не понимаю. Как будто голы под копирку были забиты. В итоге хорошая передача. Довбик на Хочдонг. Ну что будет ли разгромный счет? Но здесь в Би-Лоу мяч попадает. А может быть получится сейчас убежать? Но нет. Тимбер здесь. И снова. Снова угловой. 3-1. Уверенная выездная победа над Фейнордом. Так же с таким же счетом. И в таком же месте буквально мы на выезде обыгрываем Фейнорд. И так же мы дома проиграли с таким же счетом гостевой команде Аяксу. И так же все и было. Вот такие же нелепые голы во втором тайме от гостевой команды. Что у нас сегодня. Что у Аякс в прошлом матче. Поэтому у нас еще впереди будет естественная игра против PSV. Но так же для нас будет мотивация обыграть во втором круге Аякс. Аякс. Ну что же друзья. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Какие у нас результаты сейчас. Мы на первом месте. Кстати PSV снова сыграли в ничью. Поэтому мы отлично. Мы выходим на чистое первое место. Кстати вроде впервые в этом сезоне. PSV кстати с Гронингеном. То есть они вот и со Спарты и с Гронингеном сыграли в ничью. Но пока что PSV действительно это единственная команда. Которая еще ни разу не проиграла. Поэтому здесь у нас уже тоже есть такая цель. Сделать им вот единичку в графе поражений. Ну на этом все. Всем спасибо друзья за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это ожидаем. До встречи друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok